Ну что, давайте начинать. Я представлюсь. Зовут меня Шельков Сергей Юрьевич, если с кем мы еще не знакомы. Сегодня у нас такой семинар в формате открытого стола или круглого стола. Где мы с вами должны поделиться опытом использования Java. Ну а кто с Java еще не знаком, соответственно, этот опыт получить. Не само использование Java, а хотя бы познакомиться с теми технологиями, которые лежат за этим словом. У нас, кроме слушателей, присутствующих здесь в аудитории, есть еще слушатели, участники, которые к нам присоединились удаленно. Надеюсь, нас слышат и видят. Точнее, они должны видеть наш экран и слышать мой голос. Ну а также те, у кого там есть микрофоны, тоже можно поучаствовать. У нас тут динамики включены. Ну а у кого микрофонов нету, можно написать мне в чате что-нибудь. Для начала напишите мне, это я вот для наших удаленных участников обращаюсь, слышно ли нас и видно. Ну точнее, слышно ли мой голос и видно ли мой экран. Так, прежде чем мы с вами начнем, какой у нас с вами план. Ну, сначала мы познакомимся, все расскажут, какой опыт в программировании, у кого есть. На Java, может быть, на других языках и так далее. И потом мы уже решим, как мы будем этим опытом обмениваться. Ну, кто на Java уже программировал? Есть кто вообще на Java программировал? Немножко, да? Ну, вот расскажите, какой у вас был опыт, какие средства использовали там и так далее. Может быть, кто из удаленных слушателей нам тоже расскажет. Вот я тут вижу 26 человек онлайне. Ну, я, соответственно, тоже расскажу, что из себя представляет современная Java, какие технологии за ней стоят, что под этим словом подразумевается, кроме, собственно, языка Java, где Java используется, и долго ли она еще будет жить. Самый же вот трепещущий вопрос, да? Так, ну давайте сначала немножко опытом обменяемся. Расскажите, кто вообще программированием занимался? Начнем с этого, да? То есть остальные вообще программированием особо не занимались ни на чем? Когда-то занимались. А расскажите, на чем программировали? Какие языки использовали? Фортран, то есть еще с Фортрана начинали. Ну, то есть серьезные тут у нас зубры собрались. Так, ну, Паскаль, понятно. Кто еще на чем программировал? C++, замечательно. Так, а вы на чем? C++, был PHP, с SQL. А кто на C Sharp программировал? То есть решили Microsoft изменить? Вы так печально это говорите. А в чем причина, то есть? Ну, я сейчас для себя Android-положение программирую. Ну, для интереса. Это нельзя все-таки на Java, Kotlin. Ну, в общем, да. Хотя можно ведь под Android писать и с использованием того же C Sharp. Есть Xemarin, да? Платформа. Не очень удобно. Понятно. Ну, она Xemarin создавалась все-таки как система для кроссплатформенного написания, да? Одновременно под Android, там, под iPhone. Если у вас цель, конечно, стоит только под Android писать, да? И использовать специфические вещи, то лучше Xemarin. Да. Небольшой программировал. Откровенность. Ага. Ага. Дисклистный Java. Ага. Хорошо. Так. Ну, ладно. Значит, коллеги, а кто у нас удаленно занимается? Напишите что-нибудь нам в чате. Так. Нет, здесь можно не только голос, можно и в чате писать вопросы. А, вот здесь коллеги пишут. Сейчас мы посмотрим, что пишут. Сейчас мы чат вот здесь. Да. Пишут, что все нормально нас слышно. Ну, замечательно. Вот кто-то даже уже на Java под Android программировал. Так. Ну, хорошо. Значит, а кто именно Java занимался? Учили Java. Где? У нас учили где-то или сами учили? Ну, в полдалеке. Ага. Ну, то есть, никаких особых проектов на Java не делали. Так. А кто еще? Кто-нибудь еще Java занимался? Ну, вот здесь у вас. Ага, ну, понятно. Я имею в виду именно проекты кто-нибудь на Java делал. То есть, максимум только учили, да? Ну, в Android, если считается. Именно проект? То есть, вы уже начали делать, да? Даже в Google Play уже. А, ну, замечательно. Что за программа-то расскажите нам? Приложение, опросник. Достаточно простое, но основные функции позволило как-то закрепить. Так, а среду какую использовали? Android Studio? Android Studio, да. Что-нибудь дополнительное еще использовали? Или вот чисто Android Studio? Ну, только Android Studio. Инструменты, вот, Java Rx. Rx, да. Firebase. Ну, здесь коллеги пишут, что кто-то вот корпоративной разработкой на Java занимался. Ну, вот можете поделиться, что именно вы использовали. Какие среды используете там? Система сборки, система контроля версий может быть. Какие фреймворки, да? Какие задачи у вас? Вот. Можете в чате написать. Я, соответственно, озвучу. Вот. Но поскольку у нас здесь большая часть с Java опыта не имели. Давайте тогда сделаю небольшое введение, что такое вообще Java, что из себя представляет вообще вся эта технология и весь этот мир Java. Ну, а потом уже поговорим о том, что кроме Java должен знать разработчик, кроме самого языка. Потому что, когда мы говорим Java, на самом деле, повторюсь, наверное, под этим скрывается целый мир, а не только сам язык программирования Java. Ну, вообще, Java, как язык программирования, как платформа, появился еще в 95-м или 96-м году. Это вообще технологии прошлого века, на самом деле, да? В компании Sun Microsystems. Задачи, которые ставились перед этой платформой, заключались в том, чтобы дать разработчикам возможность сосредоточиться на решении прикладных задач, там, в первую очередь, бизнес-задач. В то время как другие языки программирования, которые на тот момент существовали и были популярны, ну, например, тот же C++, да? Он требовал от разработчика знания многих системных вещей. Да, ручное управление памятью, когда разработчик сам должен заниматься там выделением, освобождением этой памяти и так далее. Вот одна из важнейших задач, которая перед Java ставилась, это освободить, ну, насколько это возможно, разработчик от того, чтобы думать о конкретных там ячейках памяти и так далее, да? То есть от той работы, да, конечно, от той работы, которая нацелена не столько на решение прикладной задачи, но необходима для того, чтобы программа вообще работала. Java как язык создавался с нуля в том смысле, что сама по себе Java не является объектной, не является какой-либо надстройкой над существующим языком, в отличие от того же C++, который создавался именно как объектная надстройка над C. Но при этом Java позаимствовала у нас очень многие вещи из того же C++, ну, по крайней мере, синтаксис базовых операторов, те же фигурные скобки, всякие операторы if, switch, for, wild, wild, то есть вот такие базовые структурные операторы. Их синтаксис позаимствован как раз из C и C++. Но сам язык создавался с нуля, и его постарались максимально упростить, насколько это возможно, выкинув, например, сложную адресную арифметику, которая есть в C++. Кроме того, в отличие от C++, Java является чисто объектно-ориентированным языком программирования. Но кто вообще программированием занимался, те должны представлять, что вообще есть несколько подходов к созданию программ. Есть классический структурный подход в программировании, когда у вас есть наборы переменных, которые хранят данные, и подпрограммы или функции, которые содержат какой-то код, который этими данными оперирует. Позже появился объектно-ориентированный подход, который позволяет вам в программе в явном виде строить так называемые модели. Модели сущностей той предметной области, для которой вы создаете вашу программу, которые называются объектами. По началу использовались и до сих пор используются гибридные языки. Вот C++ пример такого гибридного языка, который совмещает в себе с одной стороны структурный подход в программировании, с другой стороны объектно-ориентированный. То есть можно использовать и то, и другое. Есть и другие подходы, так называемый функциональный подход в программировании. Кто-нибудь использовал такие языки, может быть слышали, пролог, слышали по крайней мере. Чем он отличается от обычного императивного программирования? Императивное программирование это когда мы пишем команды, которые выполняет компьютер. При функциональном программировании у нас программа представляет из себя функцию вывода, так называемую, где входные данные программы это параметры функции. Ну вот как в школе учат, что такое функция y равно f от x. То, что в скобочках написано, это входные параметры. Результат работы функции это результат работы программы. Вот вся программа описывается в виде функций, которая в свою очередь может зависеть от многих других функций и так далее. Но если брать, что называется, промышленные стандарты, то есть наиболее используемые языки программирования, это либо гибридные языки, вот тот же C++, либо объектно-ориентированные, если мы берем именно прикладное программирование, то есть создание приложений для конечного пользователя. Есть, конечно, еще язык C++, классический язык структурного программирования, но он используется больше для системной разработки. Мы его сейчас о нем пока говорить не будем. Java является классическим чисто объектно-ориентированным языком программирования. Только вот в последних версиях, а именно начиная с 2015 года, в Java появились возможности функционального программирования. В Java, которое как раз вышло в 2015 году, появилось такое понятие, как лямбдовыражение, но пусть у вас эти слова не пугают. Фактически это функция. А лямбдовыражение это просто функция, у которой есть параметры и есть некий результат. Фактически в восьмой Java такую функцию в виде простого выражения можно записывать очень коротко и, соответственно, передавать ее как параметр, например, другим функциям. И таким образом строить программу в виде сложной композиции, более простых функций. Самый функциональный подход, который есть в классических функциональных языках программирования. В Java появилась возможность использовать некоторые механизмы функционального подхода. Чем интересен функциональный подход? Он позволяет некоторые вещи записывать очень и очень компактно. Поэтому, например, для современного Java-разработчика здание именно новшеств восьмой Java является такими критически важными, наверное. В смысле, ресурсы чего? Ну, тут правильнее говорить не о ресурсах именно самой Java, сколько ресурсы, которые необходимы для разработки Java. Java вообще и среды разработки, которые вы используете, они крайне прожорливы с точки зрения памяти. Поэтому, чем больше памяти, тем лучше. Обычно у Java-разработчика там 8 гигабайт минимум требуется. Конечно, и процессор тоже имеет свое значение. Но в первую очередь говорят о памяти. Потому что Java, она создает как бы такой дополнительный слой абстракции между процессором и вашим приложением. А любая дополнительная абстракция, она требует больше ресурсов. Операционную систему как раз можно использовать другую, потому что Java, когда создавалась, одна из таких важнейших характеристик была кроссплатформенность. Но в основном, где мы сейчас, какие операционки используем? Это Unix-системы, Linux, MacOS и Windows. Ну, если речь идет о разработке. Собственно, это 99% всех настольных операционных... Это не принципиально. Это не принципиально. Единственное только, начиная, я не помню, то ли с 9, то ли с 10 версии Java, Oracle, которому сейчас Java принадлежит, перестал выпускать 32-битные версии. То есть, нужна, соответственно, 64-битная, 64-битный компьютер, ну и 64-битные операционные системы. Так, возвращаясь к истории. Итак, Java, когда появилась, она на самом деле очень быстро завоевала популярность у разработчиков. Именно за счет того, во-первых, за счет своей простоты и за счет скорости разработки. Поскольку разработчику не нужно думать о многих системных вещах, они от него скрыты или делаются автоматически, ну или полуавтоматически. Как, например, сборка мусора, то есть автоматическое управление памятью. То, естественно, повысилась скорость разработки. И это позволило Java завоевать первую строчку в рейтинге языков программирования. В свои лучшие годы, ну где-то в середине нулевых годов, Java занимала 25% рынка. То есть, четверо всех программ в мире писались на Java. Сейчас процент немножко пониже, но все равно Java делит в рейтинге языков программирования первую строчку с языком C. Ну C это язык системной разработки, а вот для прикладной разработки Java, она была и остается на первом месте. Java в первую очередь, когда она появилась в конце 90-х годов, полюбил крупный бизнес. То есть, на Java стали создавать крупные корпоративные системы. Это в первую очередь банковские системы, страховые компании полюбили, там, авиакомпании и так далее. Вот первое направление, где Java используется до сих пор, это вот такой крупный бизнес. То есть, если вы откроете там вакансии Java разработчиков... Почему-то не забанешь. Да, ну а в основном банки. Банки очень любят. Ну вот, как пример, я обычно привожу Deutsche Bank, крупнейший банк Германии, да и вообще в мире. Он, ну вплоть до известных политических событий, он весь штат разработчиков держал в России. В Москве было около 600 разработчиков, и в Питере было около 200. И они постоянно нанимали разработчиков, то есть, им было все время мало. Почему именно крупный бизнес любит? Потому что, во-первых, надежность, которую закладывали в Java за счет изоляции и решения многих вопросов на уровне виртуальной машины Java, соответственно, надежность работы программы повышается, за это, правда, приходится платить цену, некоторые дополнительные расходы в плане нагрузки на сервера, на компьютеры и прочее. То есть, более мощные сервера для этого необходимы. Но дело в том, что цена труда разработчика, она растет гораздо быстрее, чем цены на железо. А цены на железо обычно только уменьшаются. Труд разработчика только дорожает, на самом деле, поэтому лучше вложиться, что называется, в железо, чтобы разработчик мог быстрее решать бизнес-задачи, которые перед ним ставятся. То есть, первое вот такое большое направление в вакансиях, которые вы найдете, да, это крупный бизнес. Второе направление, такое более молодое, это создание как раз приложений под мобильную операционную систему Android. Ну, Google, когда выпускала Android на рынок, она же была не первой, ей надо было отвоевывать рынок, долю рынка у Apple с его айфонами. А как отвоевывать? Для этого нужно, чтобы сторонние разработчики старались создать побольше приложений под эту операционную систему. А для того, чтобы разработать, для этого их нужно привлечь, да, чтобы разработчиков было больше и приложений больше. Для этого нужно снизить порог вхождения в разработку под эту операционную систему. Вот, Google, несмотря на то, что ядро Android это модифицированное ядро Linux, написанное на C, он программный интерфейс для прикладных программ, которые должны создаваться под Android, сделал на Java и предложил создавать программы под Android тоже на, соответственно, Java. Прикладные программы, что привлекло большое количество разработчиков, которые с Java были уже знакомы. Это была вторая половина нулевых годов. И, в общем-то, Google не прогадал. Сейчас Google там сколько со своим Android процентов 70 рынка мобильной разработки занимает. То есть, если, повторюсь, посмотреть положение Java на данный момент, вот вакансии, то два основных направления. Это либо крупный бизнес, либо, соответственно, более молодая разработка под Android. Что из себя представляет Java как таковая? Ну, во-первых, обычно, когда новички говорят о Java, подразумевает сам язык Java как таковой. Сам язык Java, он достаточно простой. Он не перегружен теми вещами, которые, например, C++ утащило из языка C и так далее. Повторюсь, его создавали с нуля и постарались сделать максимально простым. Правда, с этой простотой в некоторых местах переборщили. Сделали, то есть, выкинули некоторые вещи, которые надо было бы оставить. Но даже для этих вещей, те же, допустим, отсутствие такого понятия, как ссылка на метод в Java. Но, в конце концов, там спустя 20 лет нашли обходные пути. Вот лямбда-выражение в восьмой Java позволяет, в принципе, так же компактно, синтаксически все это записать. Но, само слово Java, сам этот термин, он не ограничивается знанием самого языка. Во-первых, даже когда мы говорим «сам язык», подразумевается не только синтаксические конструкции языка, но и набор стандартных библиотек, которые вместе с ним поставляются. В Java библиотеки называются пакетами. Это был самый верхний способ группировки элементов Java, классов Java, вплоть до 9-й Java. В 9-й Java у нас еще появилось такое понятие, как модули, которые, соответственно, обеспечивают группировку и отслеживание зависимости пакетов, входящих в те или иные модули. Но все привыкли говорить, естественно, о пакетах. Вот вместе с языком Java стандартизирован и набор стандартных пакетов. Сейчас их называют Java Core. Вместе все это сам язык плюс вот эти стандартные пакеты называют Java Core. Это, естественно, та обязательная вещь, знание которой позволяет вообще что-либо писать на Java. Даже Hello World подразумевает знание этого Java Core. Получается, знание Java Core. Значит, надо знать всю Java. Надо знать всю Java. Нужно еще раз. Сам язык. А вот сейчас я вам напишу, как это выглядит. Сейчас что-нибудь запустится. Чтобы хотя бы терминология у нас тут была. Вот есть такое понятие Java Core. Это сам язык Java, грубо говоря, плюс знание стандартных пакетов, которые обеспечивают возможность взаимодействия с окружающим миром. То есть, например, работа с файлами, работа в консоли, реализация основных типов данных, например, коллекции, очереди, стеки и так далее. Все это среди стандартных пакетов присутствует. Там есть и более продвинутые вещи. Например, создание многопоточных приложений. Если мы говорим о серверных приложениях, даже не о серверных, а просто о клиентском приложении с каким-то пользовательским интерфейсом, в большинстве случаев все равно нам нужно работать с потоками. То есть, нужно знать, что такое вообще потоки, как параллельно выполняющиеся ветки программы, уметь эти потоки создавать, синхронизировать и так далее. Все эти знания являются частью Java Core. Естественно, что когда речь заходит о разработке какого-то приложения, неважно, под Android или какого-то корпоративного приложения, и даже неважно, работает ли команда разработчиков или один разработчик, в большинстве случаев используется некая среда разработки. В принципе, конечно, вы можете, допустим, при изучении писать код на Java в каком-нибудь текстовом редакторе, а потом его компилировать утилитой командной строки, которая входит в состав JDK, Java Development Kit, набора для создания приложений. Но в большинстве случаев речь идет о среде разработки. То есть, вы не только изучаете сам язык и, допустим, библиотеку функций, то есть, стандартные пакеты, но и одновременно среду разработки. Какие среды разработки для Java существуют? Что-то у нас стало с экраном такое интересное. Почему-то у нас как-то погас. Забавно. Ну ладно. Итак, среды разработки, которые используются в первую очередь. Ну вот, кто на Java работал, использовали что-нибудь? Eclipse. Что еще? E-D. Ну вот, из популярных у нас, давайте посмотрим. Это, конечно, Eclipse, который берется с сайта Eclipse.org. Сейчас он у нас тут очнется. Вот очень популярная среда, которая, соответственно, там создается сообществом. Вот она существует в версиях как раз для наиболее распространенных дисктопных операционных систем. Это MacOS, Linux и Windows. То есть, если вот захотите скачивать, здесь вот они как раз варианты. Дальше, что еще из популярных? Это, конечно, IntelliJ IDEA компании JetBrains. Давайте ее тоже посмотрим. Если Eclipse это бесплатная среда, IntelliJ IDEA, она вообще-то создавалась как платная, а и стоит ее полная версия денег. Но существует версия, которая называется Community Edition. Community Edition. Которая, соответственно, бесплатная. Вот здесь можно тоже ее скачать. Вот, допустим. Вот она, IntelliJ IDEA. Тоже очень мощная среда. И использовать ее для обучения. Ну, пока нет. Видишь, экран стал черный. А вот он, наверное. Да. Из популярных сред в свое время была популярна NetBeans. А кто-нибудь использовал NetBeans? Использовали, да? Но сейчас популярность NetBeans так снижается. NetBeans это среда, которая вообще создавала компания Sun. Ну, потом она к Oracle перешла. Oracle же сам купил вместе с Java. И ради Java, по большому счету. Oracle продолжал ее развивать. Но сейчас Oracle отдал ее сообществу Apache, да? Организации Apache, которая продолжает ее развивать. Но тут надо будет посмотреть, насколько NetBeans сможет дальше конкурировать. На Бинс, который будет развиваться Apache, сможет ли он дальше конкурировать, допустим, с тем же Eclipse или IntelliJ. В принципе, все эти среды построены по модульным схемам. То есть, к ним можно писать плагины. Плагины. В том числе плагины на Java. А если взять тот же самый Eclipse, то некоторые его части написаны на Java. И многие плагины, а их там чуть ли не по тысяче, если не больше, тоже написаны на Java. Это тоже весьма такое интересное направление. Некоторые компании, которые активно используют какую-то из этих сред, ну, например, Eclipse, да? У них на собеседовании, такой одной из задач, которую они, допустим, предлагают на собеседовании, будет написание плагина на Java для этой среды. Поскольку они сами для себя некоторые такие вещи пишут и активно их используют. Но в любом случае все эти среды одновременно совмещают в себе и возможности написания Java приложения. То есть, там есть, естественно, и текстовый редактор, и компиляторы, и средства отладки, средства сборки и так далее. В принципе, я вам рекомендую познакомиться, ну, как минимум с двумя средами. Допустим, мы на курсах используем разные среды. Я, например, везде использую, на всех курсах, которые я поджарю и читаю, я использую Eclipse. Он хорошо подходит для базового курса, когда мы изучаем сам язык. А вот на курсах, где более продвинутые вещи разбираются, допустим, создание там серверных приложений, или, допустим, там Spring какой-нибудь, нужно ставить какие-то дополнения к Eclipse плагинов. Но, к счастью, их достаточно много. Другие коллеги, вот кто-то у нас NetBeans использует. Многие из тех, кто, допустим, приходит у нас на курсы и уже с Java работали, используют IntelliG. IntelliG. Она очень-очень удобная, там очень развитая система подсказок, дописывание за вас кода. Но это может быть, кстати, даже некоторый минус, потому что я рекомендую, для тех, кто совсем с нуля, я обычно рекомендую все-таки писать код целиком и даже не пользоваться теми возможностями, которые есть даже в Eclipse. Он тоже позволяет некоторые куски кода генерировать. Но лучше поначалу, когда вы совсем с нуля изучаете, все-таки лучше писать все руками. Понятно, что когда вы будете работать над реальным проектом, многие вещи следует автоматизировать. Одним из минусов Java, за который его не любят, это так называемый boilerplate code, может быть, кто-нибудь слышал такой термин. Это когда в языке надо написать много обвязки, то есть много синтаксических конструкций, громоздких, но их нужно написать, иначе у вас просто приложение не будет собрано. В Java такие тоже присутствуют. Среды разработки, они продвинутые среды, типа IntelliJ, в меньшей степени Eclipse, они как раз хороши тем, что позволяют эти куски кода генерировать. Но тем не менее, когда вы с нуля изучаете, следует все-таки ну хотя бы базовые вещи руками написать, чтобы запомнить. Вообще, когда вы что-либо изучаете, язык программирования обязательно пишите руками. А то некоторые там в интернете на это самое насмотрится куча видео, да, и думают, что все изучили. Пока вы не начали писать, вы ничего не изучили. Это я вам честно скажу. Лучше сделать меньше, но сделать своими руками, чем просмотреть там кучу вещей, но ничего при этом не сделать. Я вам рекомендую познакомиться ну как минимум с двумя средами разработки. Ну пусть одной из них будет IntelliJ. Все-таки действительно она у нас очень-очень популярна, особенно в таких молодых проектах. да, если какие-то новые проекты начинают их использовать в IntelliJ. Вот, но по большому счету среда разработки, которую вы будете использовать не принципиально. Не принципиально, потому что фактически при необходимости вы весь программный код, он не привязан к среде. Ну, в подавляющем большинстве случаев, если только вы не пишете плагины к конкретной среде. Поэтому при необходимости вы можете сменить среду. Более того, если речь заходит о разработке, например, каких-то проектов команды разработчиков, то они не ограничиваются в качестве инструментальных средств только средой разработки. Что еще использует команда разработчиков? Кто-нибудь в команде работал? Нет. Ну, да, во-первых, используется система контроля версий. Система контроля версий не привязана к языку как таковому. Они обеспечивают хранение исходных кодов. Исходные коды, это у нас с вами фактически текстовый файл. Обеспечивают хранение исходных кодов и совместную разработку. В принципе, система контроля версий может обеспечиваться и даже когда разработчик один работает. из популярных ну, точнее так исторически, если взять системы контроля версий из старых систем это CVS Control Version System там кто еще какие системы контроля версий знает да Mercurial ну, а в последнее время ну, вернее не в последнее время уже давно самый распространенный является, конечно Git Git Главное преимущество Git заключается в том что он позволяет каждому разработчику держать локально собственные репозитории и каждый новый функционал который разработчик хочет добавить реализовывать в отдельной ветке кода а потом уже в основной ветке сливать все весь этот код созданный разными разработчиками скажем в мастер так называемую ветку и получать конечный код GitHub который вы упомянули это всего лишь система хранения репозиториев Git в интернете одна из одна из кстати не единственная есть и другие онлайновые репозитории системы хранения репозиторий ну, вот одна из это GitHub который, кстати, сейчас Microsoft принадлежит между прочим вот то есть естественно разработчики даже повторюсь если над разработкой проекта работает один человек даже вот вы дома работаете все равно я вам рекомендую использовать ну, познакомиться с какой-то системой контроля версий вот узнать, что такое вообще репозиторий да, как делать ветвление в том же Git как делать мерджинг ну и плюс вы можете с помощью GitHub просто обезопасить свои исходники они будут храниться наверное более надежно чем ваши правда история которая была два года назад когда в пятницу вечером один из админов GitHub'а легким движением руки унес 340 гигабайт информации вот это было в пятницу вечером он просто перепутал консольные окна то есть у него на мониторе было два консольных окна и он просто перепутал окна вот но правда он уничтожил таким образом не репозиторий Git'а не сам реальный исходный код там комментарии некоторые были уничтожены к проектам и так далее вот потом это по большей части было все-таки восстановлено но как обычно предполагалось что все это будет сохраняться в архивах в пяти разных местах и ни в одном из этих мест оно не сохранилось ни в одном но это так к слову то есть с системой контроля версии конечно разработчик Java разработчик должен быть знаком по крайней мере с какой-нибудь из них ну я вам рекомендую с Git'ом познакомиться основные команды Git'а и понятие мерджинга и вернее бренчинга и мерджинга бренч это ветвление мердж это соответственно слияние обычно с системой контроля версии вы работаете в командной строчке вручную но в средах разработки там и в Eclipse и в IntelliG естественно есть дополнения которые позволяют в принципе вас избавить от необходимости писать что-то в командной строке но все же я рекомендую познакомиться по крайней мере с основными командами того же Git'а чтобы понимать принцип его работы что означает основные команды потому что когда вы будете те же команды давать из меню среды разработки ну чтобы вы хотя бы понимали что происходит дальше что еще кроме собственно языка должен знать Java разработчик система сборки это больше относится к команде разработчиков вот здесь коллеги как раз подсказывают что используют вот Gradle странно что никто Ant с Maven не упомянул слышал такие слова да Maven там и прочее да вот такие вот вещи Ant Maven ну и Gradle из популярных да вот Ant применяли конечно да значит что это такое это системы сборки дело в том что когда над каким-то проектом трудится команда разработчиков каждый разработчик он же работает на своей локальной машине и с определенной периодичностью обычно в конце дня то что он сделал там или может в конце недели все это выкладывается вот как раз в общей репозиторией для этого используется какая-то система контроля версий но кто-то же должен сделать сборку то есть компиляцию сборку тестирования всего того что сделали все разработчики совместно потому что каждый разработчик реализовывал фичу на своем компьютере только то задание которое ему соответственно дали можно конечно делать это вручную или поручить кому поручить кому-нибудь но это неудобно поэтому вот этот процесс автоматизирует то есть нужно иметь возможность выполнять автоматическую сборку на каком-нибудь выделенном компьютере но кроме сборки и разворачивания этого собранного приложения допустим на сервере там может быть сразу с запуском каких-то модулей тестирования и прочее вот для этого и существуют системы сборки ну вот основные здесь и приведены для джавы наиболее популярные сейчас это мэйвен и грэдл ну грэдл более новый а мэйвен такой более старый вообще стандартом де-факто считался мэйвен ну и считается до сих пор да в принципе то есть если вы придете в какую-то команду разработчиков опять же там какие-нибудь корпоративные системы то там мэйвены будет использован а вот в более новых проектах ну может быть грэдл используется да да что обеспечивают эти системы ну автоматическую сборку там запуск автоматических тестов например если таковые есть да с помощью джей юнита например автоматический дипломент вот еще они реализуют отслеживание зависимости да вот то что вы упомянули мэйвен репозиторий дело в том что кроме стандартных пакетов стандартных библиотек которые есть джави в реальных проектах используется еще много чего много различных сторонних библиотек фреймворков там и так далее каждый из каждый из этих библиотек которые вы хотите задействовать для того чтобы его задействовать по идее вы ее должны найти где-то на сайте разработчиков скачать соответствующие бинарники допустим джар файлы да вот содержащие откомпилированные классы подключить там в класс пс а они в свою очередь эти библиотеки могут потребовать еще какие-то библиотеки и так далее вот это называется зависимостями депенденции вот в больших проектах эти зависимости представляют у себя такой сложный большой граф держать его в уме очень неудобно вот как раз системы сборок они позволяют автоматизировать подключение зависимости к вашему приложению то есть вы просто указываете что в вашем проекте допустим используется SpringCore да это там библиотека из фреймворка Spring реализующая основной функционал SpringCore вот или там не SpringCore там я не знаю SpringBoot какой-нибудь вот а он за собой он требует SpringCore то есть он за собой тянет вам это можно не указывать вы просто в конфигурационном файле системы сборки того же Maven указываете что у вас есть что вам требуется допустим SpringBoot а он сам подтягивает скачивает при этом автоматически из репет а какую версию вы укажете в конфигурационном файле такую и будет скачивать что укажете то и будет то есть тут можно указать там версию можно не указывать не будете указывать ну тогда последняя будет версия скачивать и так далее то есть вот знание системы сборок оно тоже критично для разработчика который вот хочет устроиться как Java разработчик допустим значит смотрите у нас курсов по отдельному базовым курсах Java 1 Java 2 мы Maven не используем но вот в курсе по SpringBoot поскольку там нам просто необходимо использовать Maven там много зависимостей поэтому в курсе по SpringBoot там в начале мы уделяем время Maven я рассказываю что это такое такое введение в Maven и соответственно дальше мы на всем SpringBoot на всем курсе по SpringBoot используем этот самый Maven репозиторий Maven но если хотите могу вам показать сейчас у нас тут откроется я думаю проекты Maven никто не мешает вам естественно одновременно использовать среду разработки и систему сборки среды разработки прекрасно работают с конфигурационными файлами систем сборок ну по крайней мере с Maven с Ant и с Gradle все современные работают ну допустим проекты закачаем вот они обновиться у нас появятся проекты Maven и можно будет посмотреть на эти конфигурационные файлы которые подтягивают необходимые зависимости вот он пошел их подтягивать это надолго пока закачивает можем соответственно посмотреть ну вот просто как пример здесь у меня есть допустим чтобы вы представляли что из себя представляет простейший конфигурационный файл того же Maven это XML определенной схемы вот здесь вы указываете цели допустим там построение приложения билда упаковки пэккедж там диплоймент разворачивания и прочее указываете какие плагины будут эти задачи решать то есть кто там отвечает за билд кто отвечает за генерацию jr файла и так далее и здесь же указываются зависимости ну вот в этом простейшем конфигурационном файле здесь зависимости особо нету если у нас тут откроется или давайте я вам так открою конфигурационные файлы мэйвена более сложные он это кто кого сортирует это может и среда и без мэйвена сортировать ну вот тоже такой простенький конфигурационный файл мэйвена но вот здесь есть зависимость допустим у нас там какой-то пример тянет за собой кусок спринга касающийся так называемого аспектного программирования вот она здесь присутствует здесь версия кстати присутствует но на самом деле на самом деле эта часть спринга аопы тянет за собой естественно спринг коры но здесь она не указана мэйвен его сам скачает при необходимости существует как вы правильно заметили репозитор мэйвена то есть можно набрать мэйвена репозитория вот этот сайт вы ищите нужную вам библиотеку ну допустим спринг коры вот спринг коры оп не туда кликнул сюда надо кликнуть вот они выбираете нужную вам версию допустим последняя версия какая-нибудь вот вам прям для всех основных систем билда вот он мэйвен грэдл о которых мы говорили вот есть кусок конфигурации которые вы просто копируете вставляете в конфигурационный файл ну в принципе опять же в среде разработки есть возможность работать с этим конфигурационным файлом визуально вот он допустим для мэйвена он называется пом.xml сейчас мы его тут откроем с ним можно работать как с текстовым файлом можно в той же среде через визуальный дизайнер с ним поработать но проще взять нужную зависимость просто скопировать ссылку на нее и вставить в этот пом.файл и все так еще одна вещь которая нужна java разработчику это система контроля версий и система билда ну я вам рекомендую познакомиться с мэйвеном как минимум ну еще с грэдлом у грэдла немножко другой синтаксис конфигурационного файла если у мэйвена это xml то у грэдла эта штука больше похожа на джейсоновскую нотацию как таковую она может быть даже будет ближе для java разработчиков поскольку синтаксис такой более легкий вообще грэдл он считается более гибким и наверное за ним будущее но поскольку повторюсь мэйвен во многих проектах продолжает использоваться то основные команды мэйвена нужно знать в принципе мэйвен можно поставить отдельно если его поставить всякие командами там основными вот здесь вот его запускать естественно и без среды разработки он на это и рассчитан но поначалу вы скорее всего будете все-таки использовать в какой-то среде разработки дальше это что касалось инструментов то есть собственно среда разработки как такова система контроля версий и систем сборок ну вот он кстати конфигурационный файл можно с ним работать как с текстом вообще есть эклипси и визуальный дизайнер эклипс тут подходящий тут видать компьютер для эклипса а вот он наконец-то ожил вот они dependency зависимости здесь появились можно и вручную их добавлять но это просто будет редактирование этого xml далее что еще java разработчик должен знать скорее всего в реальном проекте в реальном проекте вам понадобится использование каких-то сторонних библиотек или даже фреймворков а кто знает отличие фреймворка от библиотеки вот такое слово на слуху многие его используют кто не пользовался какими-нибудь фреймворками java server faces например слышал такие или spring тот же самый или enterprise java beans вот а чем они вроде как технически тоже являются библиотеками тем не менее в отношении них применяют больше термин framework а чем фреймворк от библиотеки отличается кто не знает может быть framework уже имеет имеет какие-то API к которым можно обращаться ну так и библиотека имеет API API это программный интерфейс то есть набор функций которые к вам вам предоставляют это возможность любой библиотеки смотрите framework он переводится дословно как каркас когда вы используете какую-нибудь библиотеку вы сами проектируете вашу программу вы сами решаете из каких компонентов ваша программа будет состоять как она будет работать и так далее вы просто используете какие-то функции готовые функции этой библиотеки а framework это как бы библиотека наоборот framework он задает архитектуру вашего приложения то есть вы не абы как делаете программу вот он framework описывает из каких частей ваша программа будет состоять и как эти части будут взаимодействовать вам только эти части надо написать поэтому я и говорю что framework это как бы библиотека наоборот в том смысле что вы создаете библиотеку которая будет использована этим фреймворком то есть вы реализуете какой-то функционал как отдельные кирпичики которые вставляются в нужные места этого фреймворка на выходе в любом случае получается программа только если в первом случае вы описывали всю структуру приложения используя какие-то сторонние функции то здесь наоборот framework описывает структуру приложения а вы добавляете туда те или иные сторонние функции значит сейчас очень популярен framework spring на java и во многих вакансиях требуют базовые знания spring но прежде чем изучать фреймворки spring допустим или может быть что-то еще нужно познакомиться с таким понятием как шаблоны объектно-ориентированного программирования или паттерны паттерны это английское название в принципе его переводят на русский как шаблоны но часто его и не переводят а так и оставляют слово паттерн почему что такое во первых вообще паттерны и почему лучше с ними знакомиться до того как вы начнете фреймворки какие-то изучать паттерны это описание и решение наиболее часто встречающихся задач при написании приложений с использованием объектно-ориентированных языков если речь идет об объектно-ориентированных языках программирования очень часто разработчики при создании приложения сталкиваются с задачей которые они уже решали вот чтобы не изобретать велосипед такие задачи были описаны описаны сами задачи там их вариации и возможные решения надо понимать что паттерны это не готовые библиотеки то есть это не набор каких-то функций в которых эти задачи уже решены паттерны это именно описание того какие классы там интерфейсы вы должны написать например на джаве и как как они должны друг с другом взаимодействовать для того чтобы вы красиво решили данную задачу да конечно конечно их можно комбинировать паттерны могут описывать всякие подводные камни и так далее вообще впервые этот термин был введен в начале нулевых годов четырьмя авторами которые написали такую известнейшую широко известную в узких кругах книгу паттерны объектно-ориентированного программирования эти четыре автора они это там у них даже есть название их обозвали бандой четырех есть такой термин генков фосс сейчас я вам даже попробую эту книгу найти они описали в этой книге 23 паттерна дали им название мы собственно придумали как таковое название шаблона объектно-ориентированного программирования авторы эти гамма хелм джонсонс и влисс сейчас я вам попробую обложку этого книжки открыть да конечно самый известный такой паттерн на синглтон его одновременно называют паттерном и антипаттерном то есть если паттерны описывают как надо решать задачу антипаттерн как не надо ее решать синглтон такой притчевый язык уже стало сейчас я когда смогу переместить на этот экран что-нибудь да вот они четыре тех автора они вошли в айти под собирательным названием банда четырех гэнков фос вот есть такой термин гоф сокращенный если вот встретите то знаете что речь идет о них на самом деле большое дело сделали один из них по этому поводу защитил кандидатскую если мне память не изменяет в лисец по-моему вот знание этих паттернов оно также для разработчиков в том числе и начинающего является крайне важным сами по себе паттерны они не привязаны к конкретному языку программирования вот конкретно в этой книге примеры идут на C++ и на Smalltalk но в принципе точно так же это работает и на Java допустим вот у нас на курсе у нас есть курс по паттернам там примеры приводятся на двух языках в основном это Java и C Sharp ну еще некоторые примеры на C++ в зависимости от того какая аудитория собирается на самом деле на этом курсе в основном собираются Java разработчики иногда еще почему-то PHP заглядывают поэтому там все примеры идут на Java мы на нашем курсе 22 из 23 паттернов этой книги разбираем на самом деле только этими паттернами дело не ограничилось потом появились и другие авторы и другие паттерны сейчас их больше сотни есть новые книги по паттернам но вот по крайней мере эти паттерны опять же разработчик должен знать потому что само название этих паттернов оно стало таким жаргоном для профессиональных разработчиков то есть когда говорят что человек приходит в команду и он знакомится с проектом ему говорят что вот это реализовано через Singleton а вот здесь мы использовали фабрику а здесь композиция он сразу должен понимать о чем идет речь как оно примерно устроено поэтому такие вещи тоже должны быть известны далее если вернуться непосредственно к самой Java кроме мы говорили что нужно изучить сам язык нужно изучить основные библиотеки крайне важно понимание некоторых внутренностей работы виртуальной машины Java и реализации принципов реализации основных библиотек ну вот например частые там вопросы на собеседовании чем отличаются коллекции разных видов например array list и link list при том что функционально они похожи они даже реализуют допустим один и тот же интерфейс list то есть кроме умения использовать те или иные стандартные классы Java нужно и хотя бы базовое понимание того как они внутри работают такой более глубокий уровень это помогает более правильно их соответственно использовать дальше мы сказали что изучив любой из объектно ориентированных языков программирования в том числе Java следует познакомиться обязательно и с основными паттернами почему потому что когда вы будете изучать какие-то библиотеки сторонние библиотеки или уж тем более фреймворки вы увидите что так или иначе эти паттерны там будут использованы то есть если взять такой допустим тот же Spring то там активно используются для связывания компонентов такие паттерны как инверсии управления inversion of control зависимости внедрения зависимости dependency injection и так далее поэтому лучше сначала изучить паттерны после того как вы разобрались с основами объектно-ориентированного подхода вообще ну в применении Java следует познакомиться с понятием паттернов ну а потом уже соответственно с фреймворками знаком Spring такой один из самых популярных фреймворков на Java я вам рекомендую обязательно с ним познакомиться но конечно не единственный и не самый первый есть еще такая древняя штука как EGB Enterprise Java Beans это попытка официальной стандартизации серверных компонент серверной модели разработки на Java Java минусом ее наверное является то что в нее попытались вместить все что можно и она стала слишком тяжелой именно это стало причиной в дальнейшем появления более таких легковесных реализаций например Spring нужен ли Enterprise Java Beans всем Java разработчикам на самом деле это большой вопрос если вы приходите в организацию где EGB используется то без вариантов если используется Spring к примеру Spring в принципе умеет использовать компоненты EGB если это необходимо но если используется например Spring без EGB то смысл этого EGB изучения теряется поэтому тут зависит от того где вы будете работать какова вакансия здесь у нас коллеги спрашивают как начинающему веб разработчику работу найти потому что во всех вакансиях пишут что нужны разработчики с опытом и так далее на самом деле не надо бояться присылать резюме на позицию начинающего разработчика джуниор так называемого разработчика потому что ищут конечно всегда опытных другое дело в том что опытного искать будут очень долго они могут и год и пол года искать и два года искать а задачи надо решать сейчас поэтому часто готовы брать и джуниор разработчиков даже в ситуации когда это явно не указано главное вы в резюме честно указываете что вы на позицию именно джуниор разработчика и что опыт у вас небольшой да есть позиции стажеров но стажеры они обычно для студентов они пытаются и со старших курсов вузов выцепить активных студентов предлагают им стажировку вот и зарекомендовавших себя потом уже берут на работу но в принципе можно на позицию джуниор разработчика и не только студентам устраиваться ну обычно да вообще для начинающего разработчика крайне важно попасть в какую-то команду опытную где старшие товарищи научат даже не столько джаве джаву он и так должен знать как таковую сколько научат опыта командной разработки потому что обычно в книгах это мало описано как происходит взаимодействие в команде и курсов по этому поводу тоже мало если вообще есть этот опыт набирается только только реальным опытом и крайне важно попасть в какую-нибудь хорошую команду где вас этому и научат но это не касается самого самой джавы как таковой касается вообще айти и вообще разработки так немножко особняком стоит разработка под андроид ну во первых если брать разработку под андроид то сейчас у гугла есть отдельная среда разработки андроид студия которая на самом деле базируется на интелли g они взяли интелли g там ее переделали и выкатили как андроид студию хотя в принципе можно разрабатывать приложение под андроид и используя другие среды разработки тот же эклипс sdk ставится плагин эклипса и все если брать именно разработку под андроид то что там нужно знать собственно джаву как таковую то что мы называем джава кора да и опи самого андроида фреймворки под андроид сейчас не особо популярны их собственно и нету там по большей части ну надо опи андроида знать опи программный интерфейс потому что он отличается от того что есть на настольных системах что на серверных системах есть у андроида же потом надо понять что поскольку разработка под андроид это разработка клиентских приложений мобильные приложения обычно пользовательские приложения то надо знать принципы именно создания приложений с пользовательским интерфейсом ну там например шаблон MVC Model View Controller он этот шаблон в принципе используется для создания приложений может быть использован для создания приложений с любым пользовательским интерфейсом мобильное оконное приложение веб приложение допустим Java Server Faces его используют или Spring для веба Spring Web он же тоже использует MVC собственно вы с помощью фреймворка Spring реализуете контроллеры представление делаете с использованием какого-нибудь движка в простейшем случае там GSP а можно и другие задействовать и вот у вас уже шаблон то есть веб-приложение реализованное с использованием MVC то есть если говорить именно про Android там немножко попроще то есть вы знакомите с Android Studio и с API самого Android с особенностями самого Android и по большому счету все но это вот как раз Spring Web да это вот использование MVC вы там не вручную обычно веб-то генерируете вы все-таки стараетесь использовать шаблоны MVC где у вас на уровне представления визуальное представление которое описывается HTML отделено от логики уровня представления которое описывается контроллерами которые вы пишете на Java используя Spring например ну хотите сейчас вот у нас тут есть вариант веб-приложение на Spring написанный у нас правда нет веб-сервера запустить мы его не сможем но хотя бы посмотреть на него можем сейчас я вам шрифтик здесь сделаю чуть побольше чтобы было хоть что-нибудь видно вот видите как все тормозит с 4 гигабайтами поэтому я и говорю надо минимум 8 так и контроллер сейчас мы найдем у нас вот обратите здесь есть обратите внимание здесь есть четкое деление на уровне представления разметка HTML и код который ею управляет код который ею управляет размещается в так называемых экшенах контроллеров ну фактически это методы определенного класса которые мы сделали и разметили определенными аннотациями например вот вот эта аннотация указывает что данный контроллер будет управлять запросами пришедшими вот по этому адресу здесь есть набор экшенов допустим для отображения списка курсов там допустим удаление курса обновление курса и так далее эти экшен контроллеров они подтягивают данные так называемые модели а у нас вообще шаблон MVC состоит из трех частей модели содержащие данные контроллеры содержащие код управления и представления модели это обычные классы джавы с помощью которых описываются структуры данных контроллеры это специальные классы джавы которые размечены аннотациями их задача подтянуть эти модели и подсунуть эти модели как источники данных представлению а представление вот оно представление обратите внимание это практически обычный html код но в определенные места с помощью соответствующих синтаксических конструкций там только это у нас немножко не то здесь нужно смотреть вот здесь вот здесь с помощью определенных синтаксических конструкций можно соответственно данные этих моделей выводить то есть Spring он подталкивает вас и предоставляет возможности использования шаблона MVC для разработки допустим веб-приложений но сам по себе шаблон MVC может быть использован не только для веб-разработки но и в других приложениях с пользовательским интерфейсом в частности вот мобильной разработки но возвращаясь к обычному использованию Java кроме Android кроме фреймворка Spring что еще из популярных сейчас различные библиотеки Java которые так или иначе вы будете использовать но есть допустим сервисные библиотеки достаточно небольшие допустим библиотека логирования Log4J так называемый кто-нибудь использовал слышали так вот можно ее здесь в репозитории Maven найти вот она она очень часто используется для решения задач журналирования особенно это важно для серверных приложений еще еще из популярных библиотек вот такая вот ее сделала Google решает всякие мелкие задачи часто может быть использована в совершенно разных приложениях в том числе например API работы с JSON там есть и так далее ну и просто расширяет некоторые стандартные классы Java если речь идет о создании серверных приложений так называемых базирующихся на сервисах то вы используете библиотеки для работы с XML или JSON нотации их тоже для Java достаточно много ну например для работы с JSON вот такая вот библиотека Jackson DataBind мы в курсе по Spring когда создаем сервисы с использованием Spring нам нужно обеспечивать форматирование запросов ответов JSON нотации вот мы используем как раз вот эту библиотеку одну из реализаций этой библиотеки Jackson так называемая так дальше а есть пример аннотации JSON JSON расшифровывается как JavaScript Object Notation вот то есть особенность аннотации JSON заключается в том что этот код является корректным кодом языка JavaScript и может быть легко выполнен JavaScript поэтому этот формат активно используется например для общения JavaScript работающего внутри веб-страницы ну например с сервисами синтаксис очень простой для того чтобы описать объект в JSON нотации вы ставите фигурные скобочки а внутри пишите название свойства двоеточия значения допустим потом потом запятая и следующее свойство вот вот у вас объект JavaScript сразу это и есть JSON аннотация если вам нужно множество таких объектов вы их через запятую делаете каждый объект идет в фигурные скобки а множество ну точнее массив или коллекция описывается в квадратных скобках вот она JSON аннотация очень простая и как раз сторонние библиотеки но тот же Jackson например позволяет вам взять объект JavaScript и превратить его о не JavaScript а объект Java на сервере сериализовать его в JSON аннотации то есть превратить в текст в JSON аннотации отправить его клиенту JavaScript например а тот сможет его обработать ну вот можем опять же посмотреть в вот в этом примере мы здесь делали контроллеры специального вида тоже с использованием Spring кстати которые выдают ответы в JSON нотации запрос приходит по протоколу HTTP вот в запросе тоже все данные в этом формате вот и ответ тоже отправляется в JSON аннотации для этого соответственно используется используется объекты самой Java то есть вот такой объект описан но он сериализуется в тот формат который я вам продемонстрировал то есть каждое свойство этого объекта записывается в виде названия свойства и точия значения все это через запятую фигурных скобках а клиентом в данном случае является JavaScript ну здесь мы использовали Angular как клиент это JavaScript библиотека для реализации шаблона MVC уже на клиентской стороне то есть в клиентской части веб-приложения такой альтернативный способ создания веб-приложения обычно веб-приложения делается когда у вас сервер генерирует HTML а в данном случае сервер никакого HTML вообще не генерирует вообще про него мало что знает а просто предоставляет набор сервисов которые отвечают по протоколу HTTP и выдают базы данных в формате JSON а весь HTML весь клиентский код реализован JavaScript там используя какую-нибудь JavaScript библиотеку это может быть Angular или React которые просто посылают асинхронные запросы к серверу то есть вот этим сервисом получают JSON данные и уже используя эти JSON данные модифицируют веб-страницу на стороне клиента так ну вот если мы заговорили про базы данных опять же тоже необходимая вещь знания для разработчиков Java это общее понимание что такое базы данных что такое реализационные базы данных знания основ языка SQL structured query language потому что это стандарт для общения с реляционными базами даже если вы разрабатываете допустим под Android Android активно использует легковесный вариант базы SQLite простейшие SQL запросы там select insert update delete вы все равно должны уметь писать но естественно не только уметь писать SQL запросы но и уметь выполнять их из Java приложения для этого во-первых вы должны познакомиться с библиотекой JDBC это пакет Java SQL но он входит в Java Core фактически плюс наверняка если речь пойдет о более сложных системах вы захотите познакомиться с одной из реализаций ORM Object Relation Mapper это так называемые объектно-реалляционные надстройки вернее объектно-реалляционное отображение надстройка над реалляционной базой реалляционная база представляет из себя набор плоских таблиц а мы с вами в языке программирования в Java используем объектный подход он более сложный у нас не просто какие-то плоские классы у нас же в Java есть инкапсуляция наследование а этого всего в реалляционных базах нет вот ORM позволяет сделать связывание наших объектных структур данных которые у нас в программе с реалляционными структурами в базе в Java для этого существует такое API называется Java Persistence API это попытка стандартизации интерфейса Java Persistence API это попытка стандартизации интерфейса различных ORM ну и естественно имеет смысл познакомиться с какой-то из ORM их несколько штук но я вам рекомендую использовать гибернейт тем более что разработчики гибернейта принимали активное участие в том числе в стандартизации GPA как таковой изначально GPA была включена в состав Enterprise версии Java Enterprise Java Beans а потом ее портировали обратно в Standard Edition в принципе гибернейт это не единственный не единственная такая реализация есть и некоторые другие там кроме гибернейта ORM есть топлинк например оракловый есть Eclipse линк от разработчиков Eclipse и так далее так с чем еще имеет смысл познакомиться начинающему разработчику системы автоматизированного тестирования я уже упоминал JUnit что такое автоматизированное тестирование кто-нибудь вообще писал юнит тесты слышали такие слова чуть-чуть да ну давайте поясню все понимают что любая более-менее полноценная программа должна тестироваться прежде чем она появится у заказчика тестирование можно делать вручную что весьма медленно и неэффективно а можно автоматизировать тестирование причем тестирование можно проводить на разных уровнях можно тестировать отдельный функционал это и называется юнит тест можно тестировать связь различных функциональных компонентов друг с другом это называется integration тест можно тестировать всю систему как таковую и так далее но как минимум как минимум разработчик должен быть знаком с принципи юнит юнит тестов почему потому что юнит тесты пишутся в первую очередь самим разработчиком то есть если более если тестирование на более высоком уровне обычно прерогатива отдельных людей которые по-английски называются красивым словом Qlity Assurance по-русски тестировщики то юнит тесты пишутся обычно самим разработчиком есть даже такой принцип разработки TDD Test Drive and Development Слышали кто-нибудь он как иногда говорят ставит все с ног на голову когда перед вами ставят какую-нибудь задачу например написать какую-нибудь программу то вы не программу начинаете писать а вы сначала пишете тест который эта программа должна пройти на основе тех требований которые вам предъявили и только когда вы полностью написали тест который как говорят покрывает весь функционал этой будущей программы тест этот естественно не работает программы-то нет Только после этого вы пишете программу, которая должна пройти этот тест. И когда она пройдет этот тест, если вы правильно написали тест, внезапно окажется, что она и является решением задач. Не сначала программа, а потом тест. Наоборот, сначала тест, а потом программа. Ну, этот подход тоже имеет свои преимущества. И существуют как раз такие фреймворки, которые упрощают вам написание таких юнит-тестов. Один из них это G-Unit. С ним тоже обязательно нужно познакомиться, потому что, допустим, тот же Spring, он вас опять же подталкивает к написанию юнит-тестов. Вы там просто когда создаете шаблон проекта, Spring в какой-нибудь среде разработки, он вам сразу предлагает, вот у вас папка для приложения, а вот здесь вы должны писать тесты. И даже заготовку делать. И в Maven есть обычно команды для выполнения этого тестирования. Когда, допустим, собирается приложение с командой разработчиков, весь код, оно билдится, прежде чем оно будет выкладываться даже на какой-то сервер для тестирования тестировщиками, сначала прогоняются вот эти юнит-тесты обязательно. Потому что если юнит-тесты не проходят, то дальше что-либо тестировать нет смысла. То есть принципы вот этого модульного тестирования тоже Java-разработчику, конечно, нужно знать. Так. Здесь у нас еще коллеги вопросы задавали, давайте сейчас посмотрим. Здесь по поводу других языков программирования. Дело в том, что на основе виртуальной машины Java и на основе Java как таковой было создано целое плеяда различных языков, которые попытались всякие проблемы Java решить. Все-таки Java создавали давно. Она была первым таким языком заточенным именно на решение прикладных задач, бизнес-задач. Поэтому, как говорится, первым блинкомом в Java есть, как я уже говорил, некоторые неудачные решения, которые попытались решить в других языках программирования, которые базируются на тех же принципах, что и Java, и даже используют ту же виртуальную машину. Ну, вот из таких набирающих популярность это Scala, Kotlin, как более легкий вариант Scala. То есть, когда вы Java уже более-менее изучите и начнете программировать, можно уже и с ними познакомиться. Будут ли они... Ну, каждому из них, конечно, прогнозируют, что он заменит Java и так далее. Ну, это уже как вот Java появилась 20 лет назад. Вот ей все. Все это прогнозируют, что она уйдет. Она все никак не уходит. И на самом деле никуда она не уйдет. Скали же туда много лет? Ну, а Scala появилась в начале нулевых. Там, 2003, по-моему, или чуть позже. Сейчас уже не помню точно. Вот грувий сюда еще можно добавить. Вот такой вот. Просто изучение этих языков поможет вам понять, там, те же недостатки Java. Выявить эти недостатки, которые, может быть, без опыта не так хорошо видны. А на фоне вот этих языков это будет лучше видно. Так, ну вот, коллеги тут животрепещущий вопрос задают. А сколько Java-разработчик, собственно, получает, да? Или начинающий Java-разработчик. Ну, да. Понимаете, вообще, когда говорят о том, сколько зарабатывает разработчик, программист, да? Программист, он как врач, да? Врач – это очень размытое понятие. Есть врачи скорой помощи, да? А есть там хирурги, которые делают уникальные операции. Соответственно, и деньги, которые они получают... В одной компании, ты можешь быть седем, а в другой компании... Да, да, совершенно верно. Ну, во-первых, если мы говорим о работе разработчика, да, о его жизненном цикле, скажем так, да. Обычно разработчик без опыта называется джуниор-разработчиком. Вот он приходит в компанию набираться какого-то опыта. Подавляющее большинство разработчиков – это так называемый middle, middle developer с некоторыми задатками senior developer. И многие, кстати, так на этом уровне middle и чуть-чуть senior и остаются. И вполне себе успешно работают. Но те, кто хочет двигаться дальше, они уже должны научиться не просто программировать, а управлять своей командой. Может быть, даже заниматься обучением. Те, кто называются лидами. Лид-девелопер и так далее. Тим-лиды. Ну, а самый верхний уровень, если мы не будем говорить про уход в сторону руководства проектами, это системные архитекторы. Но очень часто архитекторы совмещают, вернее, эту роль системного архитектора выполняют те же самые тем-лиды. Часто это одно и то же. Это как бы верхний уровень для разработчиков. И дальше уже фактически разработчик перестает быть разработчиком в какой-то степени. проект-менеджер и так далее. Руководство может быть целыми направлениями. И прочий технический директор. Но они уже не столько задачи разработки решают, сколько задачи больше управления командами. Хотя такие задачи и перед тем-лидом могут в некоторой степени вставать. Но тем-лид все-таки продолжает еще что-то программировать. Ну, или хотя бы код просматривать. Что касается зарплат, это проще посмотреть на вакансии. Заходите на сайт HeadHunter и набираете Java Developers. Могу сказать следующее, что даже у начинающего разработчика уровень зарплаты выше, чем средний уровень по региону. Это касается и регионов России, и Москвы, и за рубежом тоже самое. Понятно, что средний уровень, допустим, в регионе России, где-нибудь в Чикаго, он разный. Но мультипликаторы для зарплаты разработчика, они примерно одни и те же. Но обычно там начинается от 2х. То есть берете средний уровень зарплаты по региону, умножаете на 2, грубо. Вот вам начальный уровень для джуниор-девелопера Java. И это только начальный уровень. Там мидлы получают еще больше. Ну, а для сеньор или уж тем более лид-девелоперов, там планки вообще не ограничены. То есть я встречал вакансии, там просто не пишут суммы, там говорят, что вы сами можете написать сумму. Только нужно продемонстрировать соответствующий уровень знания. Ну, это, я говорю, это штучный товар. Там лид-девелопер, сеньор-девелопер. Просто многие думают, что вот после 3-4 лет он уже сеньор-девелопер. Но он может быть стать, этот человек может стать тем лидом в каком-нибудь проекте. Ну, просто по факту, потому что он самый опытный в этом проекте. Но глобально он от этого сеньор-девелопер не становится. Потому что сеньор-девелоперы и выше это все-таки штучный товар. На рынке, на этом рынке. Но в любом случае уровень зарплат для Java разработчиков в разы больше, чем средний уровень зарплат по регионам. Если сравнивать Java разработчиков с другими разработчиками, ну, допустим, их прямые конкуренты, там C-Sharp, потому что C-Sharp тоже создавался Microsoft как язык для создания прикладных программ. Там уровень плюс-минус один и тот же. Разница только в количестве вакансий. Особенно это хорошо видно за рубежом. В США, например, разница на порядок. То есть на одну вакансию .NET-чика с C-Sharp приходится десяток вакансий Java разработчиков. У нас не такое соотношение, но тем не менее, с тем, что у нас Windows было более популярным. Ну и остается более популярным в Америке. Нет, там очень популярна Unix-система, особенно как раз в корпоративной среде. Там весьма популярны в части серверов Unix-системы. А там вплоть до 2015 года Java ни с кем не конкурировал, потому что тот же .NET, он только до 2015 года не был кроссплатформен. Но только в 2015 году Microsoft там сделала .NET Core и стала как-то это все продвигать на Unix-системы. Но все равно время-то уже упущено. Поэтому там это соотношение еще хуже. Значит, разработчиков должны быть больше? Так как и больше. Я же говорю, вакансий больше. Чуть ли не один к десяти. Но, соответственно, и разработчиков, конечно, больше. Больше все равно не хватает. По поводу вообще нехватки разработчиков профессиональных, обычно говорят о нехватке в 50-60%. То есть, грубо говоря, причем это и у нас, и на Западе. То есть, грубо говоря, разработчиков должно быть в два раза больше. То есть, если, например, по России есть оценки, количество профессиональных разработчиков в районе 600 тысяч, в России, вообще всех, то требуется миллион с лишним. И примерно такое же соотношение и на Западе. Ну, а, да. Даже еще там, потому что сейчас всех сокращают, даже в ваших компаниях, в ваших компаниях, в ваших компаниях. Ну, даже сокращают разработчиков. Реально разработчиков сокращают в последнюю очередь. Да, есть сейчас волна сокращений, в том числе и в крупных компаниях, но разработчиков трогают, если вообще трогают, в самую последнюю очередь. Если речь идет о фирме, у которой бизнес завязан именно на разработку программного обеспечения, то разработчиков трогают в самую последнюю очередь, либо вообще не трогают. Их могут там перебросить на другие проекты и так далее, но так, чтобы совсем их сокращать в меньшей степени. Там в основном менеджеров, проект менеджеров, может, посокращают, посливают отделы и прочее. Так, ну, еще несколько слов о том, что называется техническим профилем, то есть теми компетенциями, которые должен обладать Java разработчик. Давайте так попытаемся некоторый итог подвести, ну и некоторые вещи еще. Ну, во-первых, операционные системы. Желательно, ну, обычно человек работает в какой-то одной системе, это либо Windows, либо Linux, если мы берем настольные операционные системы, то есть как основная среда, в которой он общается. Для тех, кто работает только Windows, ну, хотя бы с базовыми вещами Unix-систем нужно познакомиться, потому что возможно, что даже если вы продолжите использовать Windows как основную операционную систему, свою настольную, ваши решения серверные, они будут работать на Unix-серверах. Поэтому там базовые принципы желательно знать. Вот так мы напишем Windows, ну и варианты Unix, это может быть там все что угодно. Да, значит, собственно, языки разработки это Java, как таковая, ну, точнее Java Core, потому что под языком, опять же, я понимаю не только сам язык, но и основные библиотеки, которые с ним работают. Идут и особенности их функционирования. Особенности функционирования виртуальной машины Java, функционирования garbage collector, сборщика мусора и так далее. Дальше. Шаблоны ООП. 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 Паттернс. Это просто обязательно системы контроля версии. Ну, давайте напишем гид здесь. Системы сборки. Мэйвен, может быть, Грэдл. Далее. Фреймворки, которые вам наверняка понадобятся. Ну, в первую очередь, я бы Spring рекомендовал. Там опционально Enterprise, Java, Beans и GB. Если, конечно, ваша работа подразумевает использование этого и GB. Если речь будет идти о создании серверных приложений, то нужно познакомиться с архитектурой, которая называется SOA, Service Oriented Architecture. То есть, понятие сервисов и их клиентов. Ну, с ней можно познакомиться, используя какой-нибудь фреймворк, который позволяет создавать сервисы. Тот же Spring позволяет те же сервисы создавать. Если речь идет о создании веб-приложений, ну, естественно, вы должны быть знакомы с клиентскими частями. Это HTML, JavaScript и наверняка какой-нибудь из фреймворков JavaScript, ну, библиотеки JavaScript, это jQuery. Может быть, jQuery UI еще, или jQuery Mobile, если речь идет о мобильной разработке. И, может быть, какой-то из фреймворков, это имеется в виду JavaScript, это может быть Angular или React, или, наоборот, React и Angular. Вот так напишем в скобочках. Опять же, вы наверняка должны познакомиться с какими-нибудь серверами. Это либо сервера приложений, либо веб-сервера, как их частный случай. Потому что, если будете создавать, допустим, приложения, используя архитектуру сервисов, SOA или веб-приложения, потому что вы их все равно на этих серверах будете разворачивать. Но серверов достаточно много. Простейший вариант Tomcat, он сам на Java написан, это один из простых вариантов веб-сервера. Более такие мощные, это веб-сфера и так далее. Возвращаясь к самой Java, система тестирования JUnit. Очень важен. Кроме самого JUnit, он, во-первых, не единственный. Там, допустим, есть еще TestNG. Есть еще набор фреймворков, так называемые mock-фреймворки, для генерации фейковых данных. То есть часто юнит-тесты должны работать не на реальных данных, а на автосгенерированных данных, которые кто-то им подсовывает. Для этого существуют различные фреймворки, которые называются mock-фреймворки. Опять же, если вернуться к веб-разработке или к сервисам. Базовые понимания протокола HTTP, может быть протокола WebSocket. Вопросы обеспечения безопасности в интернете. То есть принципы шифрования, сертификаты, ключи и так далее. Вот такую еще вещь забыли упомянуть. Это системы, которые используются для работы в команде, баг-трекеры так называемые. Которые, во-первых, позволяют команде хранить в одном месте все задачи, баги и так далее. Более их продвинутые варианты позволяют отслеживать жизненный цикл проекта. То есть их клиентами являются не только разработчики, но и проект-менеджеры. Вот так вот напишем баг-трекерс. Для Java это может быть Jira. Хотя вы можете почитать, что это такое. Еще из известных ClearQuest. Или ClearCase. Если про фреймворки, опять же к ним вернуться. Но кроме SpringHash, что еще следует посмотреть? Обязательно Gebernate. И вообще ORM, как одну из реализаций ORM. Ну и повторюсь, Spring, который в Spring, обратить внимание на шаблоны Inversion of Control. Шаблоны MVC, если речь идет о веб-разработке SpringWeb. И, ну это более сложная такая вещь в Spring, это аспектное программирование. Аспект ориентирования программинга. Но он требует некоторых более глубоких знаний виртуальной машины Java. А именно байт-кода, генерации байт-кода, внедрения собственного байт-кода и так далее. Так, ну вот коллеги, кто у нас удаленно присутствует? Что-нибудь еще добавите сюда? Вроде бы все, что здесь перечисляли. А вот, опять-таки, по поводу SQL. Вы сказали, SQLite используется. Тогда мне непонятно. SQL достаточно полноценный язык, чтобы заработать в базе данных. А если, как вы говорите, только несколько команд, а как же идет выбор? Ну, выборка и фильтрация там присутствуют. SQLite. Значит, смотрите. Обычно база данных представляет из себя самостоятельные приложения, работающие по клиент-серверной схеме. То есть, ваше приложение выступает в роли клиента. Вы соединяетесь с базой данных по сети, посылаете туда вот эти команды на языке SQL. Эта база данных обрабатывает эти команды и выдает вам ответ. Реализация таких полноценных баз данных, а их много, это, например, та же Оракловая база данных, MySQL, Microsoft-овский SQL-сервер и так далее, Postgres SQL и так далее. Вот они реализуют полную версию языка SQL. Точнее, у них собственные диалекты, которые там называются PL SQL, Transact SQL, MySQL и так далее. Но, в принципе, стандарт SQL они реализуют. А есть еще ситуации, когда вам было бы удобно работать с реляционной базой, только она вам не нужна как отдельное приложение. Она вам нужна как часть вашей программы. Для этого есть, опять же, готовое решение, библиотека, например, которая называется SQLite. Это не самостоятельная программа, это именно библиотека, которую вы цепляете к вашей программе. Она позволяет вам организовать простенькую реляционную базу в локальном файле. То есть у вас просто лежит локальный файл, вот она таким образом организует его структуру, что вы можете в этом файле создавать таблицы и писать к ним запросы. Select, Insert, Update, Delete как раз. В урезанном варианте, но, тем не менее, основной функционал реализуется. Но вам, понимаете, в этой ситуации не нужен полный SQL, потому что вы не работаете с полномасштабной базой, вы работаете просто с локальными базами. Здесь преимущество в том, что вам не нужно вручную организовывать ваши данные, вы привыкли работать с реляционными структурами, вот вы с ними и работаете, только локально. Ну, много для чего используются. Вот Android активно использует SQLite для хранения системных данных, поэтому в Android эти вещи активно используются. Ну, это просто файлы, понимаете, это просто файлы. Да, да, да. По несколько. Да, причем по несколько. Да, ну, Java, как я говорил, появилась в компании Sun Microsystems, вот, развивалась в компании Sun, но в середине нулевых годов у Sun дела пошли все хуже и хуже, и Sun была на корню куплена Oracle. Вот. Ну, во-первых, когда Oracle купил Sun, все вздохнули, потому что думали, что Java все хуже и хуже. По большому счету Oracle купил Sun только ради Java, чтобы Java не загнулась. В данный момент, ну, Oracle занимается развитием Java, но надо сказать, что Oracle относительно недавно изменил лицензионную политику, то есть, если раньше там JDK было бесплатным, да, можно всегда было скачать, то сейчас для коммерческого использования там другая лицензия, и вообще они там денег хотят. Но существуют реализации Java сторонние. Ну, например, существует OpenJDK, которое разрабатывается сообществом. Обычно в OpenJDK новшества какие-то пробуются, и если они себя зарекомендовали, то потом они в полную версию, допустим, от Oracle переходят. Здесь коллеги еще тоже про SQLite спрашивают, да, ну, фактически это даже не файловая база данных, это просто простейшая реализация реализационной базы в одном файле. Вот и все. В виде отдельной библиотеки. Вот еще вопрос, сильно ли испортит жизнь отсутствие технического образования? Зависит от работодателя. В большинстве случаев работодатели просто требуют диплом о высшем образовании, и все. То есть есть диплом о высшем образовании, неважно. Я работал, у меня был коллега там, разработчик. У него вообще диплом Новосибирского университета, он геолог. Он учился на геолога, но надоело ему по горам ползать там или еще где. Вот он заодно программировал, он уехал из Новосибирска в Москву и программистом стал. Но это у нас. На Западе к этому относятся более строго. Вот у меня есть несколько примеров. Тот же геолог, он, кстати, потом из Москвы уехал в Новую Зеландию. И вот там у него возникли проблемы, потому что его диплом геолога там не котировался. И он, заработав здесь деньги в Москве, просто поступил в Новозеландский университет, чтобы получить диплом уже по айтишной специальности там. И там уже работать. Или вот тоже коллега, у него тоже есть диплом о высшем образовании, но не айтишный. Здесь он в Москве замечательно, прекрасно работал в течение 20 лет. И тут вот хочет в Германию уехать. И вот опять же, да, кроме диплома от него требуют еще... То есть у него там нет вещей, связанных с айти, хотя техническое тоже образование от него требует некоторых дополнительных документов и прочее. То есть нас... Да, да, да. Ну... Ну вот они так и поступают, да. Примерно так им и приходится поступать. А вы делаете, это похоженее, чем у нас какие-нибудь амнистики? Ну, зависит от языка. Этот человек уезжал еще и языка не зная. То есть он его учил, 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 но так и не выучил. Вот, который в Новой Зеландию уехал. Он надеялся, что он сейчас туда приедет, там, среди новозеландцев, сразу заговорит по-английски. Или по-новозеландски, да. Да, не просто что-то пошло не так, просто в общаге, где он жил, вокруг него были индусы. И он по-английски говорил лучше них, вот чем была проблема. Ну, он там уже давно, он уже получил гражданство. Ну, так Индия страна, откуда больше всего айтишников эмигрирует во весь мир. Поэтому даже не из России. Россия там, по-моему, я не помню, с Китаем. Ну, или вот мне тоже рассказывала одна из моих слушательниц, она уехала в Нью-Йорк. Закончила здесь высшую школу экономики. Тоже сфера банковская, даже не столько финансовая, финансовая сфера. И уехала туда учиться. Ну, вот там из 40 человек, двое русских, вот, индусы с китайцами. Вот, два или три, собственно, американца, как таковых. Остальные индусы с китайцами. Ну, то есть, в России более бумагно отношение к желающим заниматься. Ну, у нас, да, у нас же просто знают, как у нас учат в университетах. Да, поэтому, хотя, опять же, смотря где, смотря где, сейчас начали закручивать гайки, особенно в крупных корпорациях государственных. И там сейчас требуют и технический диплом, и даже по нужной специальности. Вот, буквально в последние пару лет, как мне рассказывали, стал это наблюдать. Но у нас с этим все же полегче. Вы знаете, я вот от себя скажу, давно пора, потому что мне вот это время. Вполне возможно. Вполне возможно. Вот здесь еще спрашивают насчет сертификации Oracle, а разве она не дает гарантий для трудоустройства? Значит, во-первых, сразу скажу вам по поводу сертификации. Никакая сертификация никаких гарантий не дает. Вас все равно будут собеседовать и очень жестко. Сертификация, она на что влияет? Вот, когда у HR есть стопка резюме, есть примерно два одинаковых резюме, но в одном упоминается сертификация, а в другом нет. Просто то резюме, которое с сертификацией, будет лежать выше. Это первое. Это вроде как плюс, но есть и минус на самом деле. Это касается ситуации, когда вы джуниор-разработчик. Если вы прошли сертификацию, то вы должны гарантировать наличие тех знаний, по которым была эта сертификация. То есть, когда у вас сертификации нет, и вы опять же пришли как джуниор-разработчик на собеседование, вам задают вопрос, вы честно можете сказать, что вы с этим не работали и вы этого не знаете. Это будет честно. Если речь идет о джуниоре, но вы действительно с этим не работали и вы этого не знаете. А если у вас сертификация, в которой этот вопрос был, то возникнет вопрос, как вы сертификацию проходили. Поэтому сертификация сама по себе ничего не дает. Подразумевается, что если вы честно готовились к этой сертификации, не просто ответы на вопросы заучивали, как любят делать многие. В реальности-то в интернете ведь все эти дампы с ответами давным-давно присутствуют. Но если вы не по дампам готовились, а реально готовились, тогда да, сертификация плюс не в том смысле, что у вас бумажка есть, а в том, что у вас знания есть. И все. Но на собеседовании, ну, посмотрят, что есть сертификация, ну, так просто будут знать, что вы должны знать, а чего вы не должны знать. Вот и все. Вот, хотя надо сказать, что там бывают такие вопросы, что можно хоть 15 лет на Java программировать. Я обычно вот всегда на курсах привожу пример. Вот кто у меня учился. Вот кто даже на Java программирует, оператор TryKetch Finally должен быть вам знаком. Знаком? Блок Finally – это блок, который гарантированно выполняется после TryKetch'а, что бы ни произошло. Вопрос. А что будет, если в Finally написать Return? И варианты ответа у вас, да, вот в сертификацию Oracle. Это не скомпилируется, это скомпилируется, но выдаст ошибку в рантайме, или это при выбрасывании эксепшена, эксепшен все равно вылетит, наплевав на ваш реторн, или реторн скроет эксепшен. То есть эксепшен вылетел, а вы реторном нормально завершили работу. Ответить на этот вопрос, не попробовав, практически невозможно. По той простой причине, что сама идея написать реторн внутри блока Finally, она плохая. Потому что блок Finally, по смыслу, это блок кода, который выполняется перед завершением. А реторн – это и есть завершение. Бессмысленно написать команду завершения чего-либо в блоке, который должен выполниться перед завершением. Вот, например, в C-Sharp это даже не скомпилируется, сразу скажу. И это правильно, с моей точки зрения. А если вы этого не попробовали, а вы этого, повторюсь, можете 15 лет программировать на Java, а не попробовать, потому что это не нужно. Но если вы этого не попробовали, вы на этот вопрос сертификации не ответите. А он там есть. Ну вот, можете попробовать, кстати, что будет. Это, к сожалению, скажу, скомпилируется. Это скомпилируется. А самая неприятная ситуация, когда у вас в блоке Трай вылетает exception, который вы не поймали. Да, у вас, например, вообще кетчи нету. А в Final вы написали реторн. Ну, попробуйте дома, что произойдет. Кошмарную вещь увидите. Весьма неприятно. Здесь коллеги еще пишут, что Android освоить проще, чем получить знания по Java. Но вам все равно нужно будет Java осваивать для того, чтобы на Android что-то писать. Другое дело в том, что при программировании на Android вы, наверное, не будете использовать вот эти тяжелые фреймворки. Понятно, вы не используете EGB, вы не используете Spring. Но вот такое еще замечание. Даже если вы собираетесь заниматься именно мобильной разработкой, многие мобильные приложения, они являются лишь клиентской частью более общей системы. То есть часто разработка под мобильный Android, она не ограничивается разработкой мобильного приложения. На самом деле вы все равно разрабатываете серверные приложения, сервисы, с которыми ваше мобильное приложение общается. И вам все равно нужно вот эти серверные компоненты, там Spring или EGB или то и другое, учить и использовать. То есть понятно, что какое-то простенькое приложение под Android, которое ни с кем не взаимодействует, можно разработать не зная серверных компонентов. Но у пользователей-то наиболее популярное приложение, которое им позволяет взаимодействовать друг с другом. Все вот эти социальные сети и так далее. То, что на мобильном устройстве работает, это только клиентская часть общей системы. А так вам может понадобиться еще, допустим, облачные решения, клауд и так далее. Они на Java тоже присутствуют. Но вот коллеги тут еще добавляют вот такие вот вещи. Docker, да. Вот такая вот штука. Но это для более продвинутых вещей. Docker это система, которая обеспечивает поддержку контейнеров. контейнеров для ваших приложений вместе с окружением и так далее. Но это уже больше для архитектора или там тимлида. Начинающим, может быть, с этим пока не стоит сильно заморачиваться. Так, ну что, наш с вами семинар к концу подошел. Вопросы какие-нибудь есть еще? Осваивать что? Всю жизнь. Вот запомните одну простую вещь. Значит, если вы хотите стать профессиональным разработчиком, то вы всю жизнь учитесь. Потому что все очень быстро меняется. Есть, понимаете, есть вещи, которые не то что неизменны, которые являются базой. Это принципы вообще программирования как такового. Алгоритмизация, структурирование данных и так далее. Понятия связанных списков, с которыми я познакомился лет 25 назад, они так и сейчас связаны в списке. Есть такая старая книжка Николаса Вирта. Программа равно структуры данных плюс алгоритмы. То есть это вот такие базовые вещи, которые должен знать любой разработчик, на чем бы он там не программировал. Есть более изменяемые вещи, это языки программирования. Хотя, опять же, есть устоявшиеся языки, например, C, C++, C-sharp, Java. Есть молодые языки, которые, может быть, выстрелят, может быть, нет. Ну вот, например, как Python. Го, да. Ну вот, как там дальше с ним пойдет, зависит от количества проектов. Java на протяжении четверти века уже, ну чуть меньше, четверти века все-таки первые строчки занимает. И вряд ли в ближайшем будущем это изменится. Есть еще более изменяемые вещи, это как раз библиотеки и фреймворки. Они меняются чаще. И даже если какая-то из библиотек или фреймворков становится весьма популярной, ну, например, Spring, да, то выходят новые версии. А с каждой новой версией там может сильно меняться функционал. То есть вот эти вещи нужно постоянно учить. А есть вещи просто дань моде, что называется. Это вот те же новые языки, да. Выстрелят они, не выстрелят. Или всякие там мелкие какие-то библиотеки, фреймворки и прочее. Spring тоже когда-то был небольшим фреймворком. А потом вырос. Да, и стал популярен весьма. Мало кто знает, что такое DevOps. Это попытка совместить функционал разработчика и администратора. То ли администратор, который может быстро решать программные проблемы, то ли разработчик, вооруженный возможностями, ну, чаще это все-таки разработчик. Среди тех, с кем я знаком, это все-таки разработчики, но это на Западе популярное сейчас, да, DevOps. Это разработчики, да, которые брошены на решение вопросов администрирования, тесно связанных с программированием. Да, там устранение неисправностей быстрой и проблемы. Нет, ну, DevOps это термин, не привязанный к языку или среде, как таковому. То есть, нет, это, скажем так, функционал, который должен решать человек. Нет, если речь идет именно о DevOps, о человеке, который должен решать задачи, проблемы, вернее, серверного приложения, написанного на Java, работающего там, чуть ли не на продакшене, то, конечно, он должен хорошо уметь администрировать серверную операционную систему. Если там Linux используется, то вопрос администрирования Linux должен уметь решать. Тут еще коллеги про Kotlin упомянули, да. Ну, вот я говорил про языки, которые являются продолжением Java, вот Scala, например. Kotlin создавался, по-моему, как такой более простой вариант Scala. Но, опять же, их имеет смысл поизучать, когда вы разберетесь с основами Java. Тогда просто будут видны отличия и какие задачи пытались решить разработчики этих языков, что им не нравилось в Java как таковой. Спасибо. Так, ну что, тогда на этом закончим. Если какие-то еще вопросы, можно лично подойти и задать. Всего доброго. Такой вопрос, когда вы учите меня, как бы, студент, в курсе знаний в высшей математике, в профессии Android-Razzo. Без этого не будет и все. Зачем мы учим высшую математику? Значит, смотрите, высшую математику учат в вузах для того, чтобы, как я говорю, упорядочить мозги. А вот, как, знаете, в спортзале вы накачиваете мышцы. Зачем люди ходят в спортзал, занимаются спортом? Чтобы тело поддерживать в тонусе. Потому что, если забросить это дело, тело будет не в тонусе. И когда вам нужно будет что-нибудь тяжелое поднять, вы не сможете поднять. Минус в ящницу. Да, или в ящницу угробите. То же самое с высшей математикой. Большинство людей, конечно, в реальной работе его не используют. Но она нужна, дабы упорядочить ваши мозги, чтобы потом вы могли решать задачи. То, что вы изучаете в высшей математике, оно вам потом позволит нестандартно мыслить. Хотя, есть, например, и области, где высшая математика вам нужна. Ну, вот у меня ученица, она уехала в Нью-Йорк. Она занимается экономикой. Там теория вероятности. Там по полной программе, соответственно, все вот эти вещи там используются. А на джаве, в большей степени на C++, все это дело программируют. То есть, вопрос направлений. Еще математика серьезная понадобится, допустим, в трехмерной графике. Там она активно используется. Может быть, в распределенных вычислениях. Криптография. Это все математика. Ну, что еще? Искусственный интеллект, но в искусственном интеллекте определенные разделы математики. Там теории множеств, теории формальных языков и прочее. Потом те же вопросы интерпретации, компиляции, трансляции. Это же все тоже разделы математики. ТФИА, например. Теории формальных языков. Последний вопрос, он связан с практикой, где на начальных этапах можно практиковаться сайтом или пособиевыми. Ну, вот смотрите. Практиковаться вообще в программировании, как таковом, вот такой вот сайт. Вообще, задачников-то много. Наберите там задачник по джаве, найдете их много. Ну, вот такой сайт leadcode.com. Там большое количество задач по алгоритмизации, по объектно-ориентированному проектированию и по дизайну операционных систем и так далее. Там можно решать задачи на разных языках, причем прямо там. Вы пишите на сайте, там же их компилируют и там же их проверяют. Ну, вот здесь, допустим. Сейчас откроем что-нибудь. Get started. Вот, problems. Выбираете направление, например, алгоритмы. Алгоритмы. Ну, вот вам куча задач разных уровней сложности. Выбираете какую-нибудь задачу. Читаете ее. Сейчас она у нас откроется. Вот она задача, примеры там. И прямо тут пишите код. Вот выбираете язык, на котором собираетесь решать эту задачу. Там, джава, хотите, си шарп, си плюс плюс. Вот. Есть ответы, здесь есть солюшные. Но постарайтесь это все самостоятельно порешать. Вот. И так можно от простого к сложному добраться. Вот. А вообще задачников очень много, конечно, в интернете. Все, спасибо большое. Меня очень забыли. Просто, то есть, сама джава, плюс джава кур, плюс паттерны и гид. И, в принципе, можно спокойно устроиться без опыта работы джава джуниором, да? Да. Ну, скорее всего, на собеседовании будут еще про спринг спрашивать. Или про EGB, что-то одно из этих двух. Но, если совсем джава джуниором, ну, то есть, если они готовы будут брать совсем джуниором, то да. А так, в принципе, да. Вот. И Мэйвен, Мэйвен еще. А, Мэйвен. Мэйвен, то есть, ну, систему билда. Просто мы Мэйвен разбираем как раз на курсе по спрингу. Ну, с Мэйвеном познакомиться, в принципе, несложно. Все, понял. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а возможна такая экзотическая ситуация, когда человек приходит устраиваться стажером и готов платить за то, чтобы его обучали именно как стажера? Ну, обычно я такое не встречал. Работа за еду, может быть. Ну, за бесплатно, да. Нет, ну, обычно стажером, понимаете, компании же тоже коммерческие. Не просто так людей привлекают, да. Если это не образовательный центр. Они привлекают с надеждой себе сотрудника найти. Поэтому, скорее, они, наоборот, платят. Так, чтобы стажер кому-то платил, это я не встречал. Максимум это просто бесплатная стажировка. А как вообще существует какое-то общественное соглашение в плане, человек приходит без опыта работы, устраивается на какую-то работу? Вроде бы как, понятно, что вот он нашел работу, он из нее точно цепляется. Но она, может быть, не лучшая для него. И как-то вот, есть понимание у работодателей, что он приобретет, кто избежит от них? Вкладывают ли они во двор кандидатов специальное внимание? Убежит он или нет? Ну, вообще, разработчики часто перебегают. И они как бы все понимают, что, ребята, ну, понятно, что через три года просто жизнь на инвалиции всех тропинут. Вот, да, это все, нет, это есть соглашение между крупными компаниями. Это были истории лет 10 назад, знаете, когда там разработчики просто шантажировали. Ну, уже с опытом, конечно, да, шантажировали работодателей. То есть, да, вот буквально реально там, то есть, человек работает в компании, да, там, получает, ну, условно, там, 120 тысяч. Ему приходит оффер на 140. Он такой, берет эту бумажку, идет к начальнику, вот у меня оффер на 140, что вы можете мне предложить? Он ему дает, ну, окей, вот тебе оффер на 150. Он идет к тем, говорит, у меня тут на 150, вы что можете предложить? То есть, вот так и реально, это реально было, это реально было, ну, как ушло, просто крупные компании между собой начали договариваться. То есть, они просто там, когда зарплаты там начали взлетать, да, до небес, там, просто руководители крупных компаний между собой попытались соглашение какое-то заключить. Вот, то есть, да, такое было. Ну, я же говорю, недостаток разработчиков есть, но речь идет именно о middle, я уж не говорю там о senior, да, даже на уровне middle уже есть недостаток. С junior девелоперами там другая ситуация, поэтому в большинстве это вакансии пишут, типа, мы хотим разработчика с опытом. А именно, обычно, когда берут разработчика с опытом, и человек действительно этот опыт демонстрирует, ему создают, стараются создать условия, чтобы он не бегал. Он уже такой, и знает, куда идет. Ну, да, обычно стараются создать условия, чтобы он все-таки задержался. Хотя я знаю разработчиков, которые меняли работу раз в полгода. Другой вопрос, когда у тебя там в резюме это написано, обычно этого даже не пишут, потому что когда написано, что человек раз в полгода менял работу в течение последних трех лет, то его просто даже не возьмут, даже если он знания покажет, кому он нужен, если он через полгода уведет. Другой вопрос с джуниорами, в большинстве случаев ситуация именно такая, то есть пытаются набрать с опытом и приходят джуниоры, ну а куда им еще деваться? Ну то есть с самого начала нужно показать, что да, да, хочу у вас работать, всю жизнь будет. То есть ни в коем случае не вот это, ну ребят, я тут наберу опыт, да дальше. Этого никто не узнает. Ну этого никто. Я уже сказал по поводу того, что от нас ушли программисты, и вот они нам не сказали за полгода, что они уйдут, они там стандартные две недели, вот, типа выдержат, и сейчас уйдут, и что мы несчастные будем делать без программистов? Ну да, но на рынке, на рынке ситуация такая, что да, есть недостаток предложения программистов опытных, поэтому я повторюсь, во всех вакансиях написано, типа нужен опыт, вот. И курсы? Ну, нет, да это не только программистов касается. Ну есть компании, которые и начинающих пытаются брать, но они стараются их, конечно, из студентов вырастить. Те же банки, вот тот же Deutsche Bank, да, он у себя организовал вообще собственный учебный центр, да, для того, чтобы он набирал, значит, из студентов старших курсов, он их там учил, и в процессе обучения преподаватели, значит, отбирали, кому сделать предложение по работе. А сейчас такого не делали? Ну, это было все, я с ними имел дело-то давно, вот, это было еще до 14-го года, сейчас же санкции, политическая ситуация, там многие компании начали перемещать свои группы разработки из России, там, за рубеж. У Сбербанка есть, да. Да, да, у некоторых из них есть, да, даже такие, некоторые учебные группы, куда они пытаются набрать. Вот, то есть можно вот этих поискать, они, правда, больше на студентов ориентируются, вот, но можно попробовать туда прийти. Обычно они требуют, вот, как раз базовых знаний на Java, вот, но без опыта работы. Мы, типа, вас будем учить специфики на разработке именно у нас, вот, а в процессе обучения мы к вам присмотримся, и если вы нам понравитесь, то мы вам сделаем предложение. Ну, они даже стипендию платят. Ну, по крайней мере, дочь и мама платили. Ясно, спасибо. Пожалуйста. Вот здесь коллеги спрашивают, что нужно, чтобы на Java один именно в специалист прийти. Ну, обычно я говорю, что нужно базовые навыки в программировании на чем-нибудь. То есть, если вы умеете программировать на чем-нибудь, на каком-нибудь языке программирования, то можно на первую Java идти. Еще какие вопросы? Имеет ли смысл работать на фрилансе? Ну, тут вопрос, как вы собираетесь дальше строить карьеру? Вы собираетесь всю жизнь на фрилансе работать? Вот. Я вот говорил сегодня, что все-таки начинающему разработчику важно попасть в хорошую команду. Поэтому, ну, понимаете, нет, вы можете, конечно, работать на фрилансе, никаких проблем, но многие вещи, связанные с процессом разработки, да, не столько с программированием, сколько с процессом разработки, вы узнаете, только перенимая опыт старших товарищей. Поэтому лучше в какую-нибудь команду устроиться. Ну, а фриланс, ну да, никто не отменял. А везде обычно? Ну, обычно так. Во многих компаниях разрешают удаленную работу, но все равно ставят требования сколько-то часов в неделю. И обычно не меньше 20. А в большинстве случаев все-таки 40. То есть это полный рабочий день. Да, вы можете там как-то варьировать туда-сюда по часам. Вы можете работать удаленно. Ну, удаленно тоже там в зависимости от доверия. Потому что есть, допустим, зарубежные компании. Да, там вы работаете удаленно, а мы получаете под 300 тысяч. Вот. Только, ну, во-первых, это грязными, да, вы как ИП-шник вам платите. А вы еще налоги должны все заплатить. И над вами висит камера. Можете работать хоть, я не знаю, в Таиланде, но над вами висит камера. И вы в течение 8 часов должны заниматься всей этой работой. То есть контроль там очень жесткий. Вот. Есть и такие компании. Но просто вы должны понять, что значит неполный рабочий день. Просто если человек уделяет какому-то проекту там меньше 25-30 часов в неделю, то ценность этого человека, как бы крут он ни был, для этого проекта сильно снижается. Вот в чем дело. То есть, понимаете, в реальный проект, если это большой проект, там, ну, даже средний проект, там, команда, в него надо погружаться. Для этого надо время просто. Для этого надо время. Поэтому, если человек говорит, что он может там в неделю выделять 10 часов, это ни о чем. Пока пойдет неделя, там же все переделать. Ну, конечно, конечно, да. Поэтому, ну, минимум, по-моему, все-таки 25-30 часов в неделю. При том, что полная загрузка это 40 часов, в общем. Полная загрузка, наверное, еще больше, потому что после работы... Ну, там есть разные варианты. Есть варианты, допустим, вот я знаю компании, у них 4 дня ты в офисе работаешь, да, а один день на удаленке. Обычно понедельник. То есть, суббота, воскресенье, выходной, а в понедельник ты можешь еще поспать до 12 и так на удаленке поработать, да, там, какие-то вопросы начать решать. А со вторника по пятницу ты полноценно в офисе. Ну, то есть, разные варианты могут быть. Но, опять же, если речь идет о джуниор-разработчике, то это не про него. Это вот там мидл-девелоперы, сеньор-девелоперы, да, которые сами знают, что делать. Джуниор-девелоперы, чтобы набраться опыта, надо в команде работать, надо в этом повариться. Ну, или вариант, если вы там студент, у вас ограничено время, то, соответственно, там есть варианты и для студентов. Ну, для студентов, вот обычно, это стажировка. Работа стажером-то, она подразумевает, что вы работаете ограниченное время, либо ограничено по дням, либо, допустим, если в университете выделяется какое-то время на стажировку, часто это в каникулы, да, допустим, там, полтора месяца стажировки. Вот вы полтора месяца, но, опять же, вы тогда полноценно работаете. Еще какие вопросы есть? Ну, вот здесь тоже, кстати, коллеги спрашивают, джуниора могут взять на удаленку? Ну, джуниор в меньшей степени. Кому нужен джуниор на удаленку? Да и я бы не рекомендовал даже пытаться джуниора на удаленку. Может, и сможете где найти, но я бы начинающему разработчику порекомендовал бы в команде именно поработать, тесно пообщаться, потому что многие вещи в столовой обсуждаются, да, там, многими вещами делятся. Поэтому лучше все-таки поработать в команде, а когда уже опыт наберете, ну, хотя бы год-полтора, тогда уже можно задумываться о удаленной работе и прочее. Про что именно? После окончания рабочего дня, видите, он продолжает работать? Вот, и получается так, что в свободное время работаешься на работе? Думаю, а вот так бы я тут сделал? Нет, ну, бывает такое, да, что вот я работал в компаниях, у нас там вообще рабочий день был, там, с 12 утра до, соответственно, 9 вечера. Ну, просто это была еще американская компания, представительство американской компании здесь, в России, да, мы еще с американцами общались, поэтому у нас был смещенный рабочий день. Вот, поэтому, когда вы говорите, там, что после, да, мы в 9 заканчивали, приезжали домой спать, все, вот, поэтому после не было. А вот, а утром, там, пока проснулся, мозги были свежие, не до работы было. Прокажение в джаву, в общем, насколько низко или высоко? По сравнению, если, допустим, PHP, JavaScript и Swift. Ну, JavaScript поменьше, PHP, если вы профессионально собираетесь именно так серьезно зарабатывать деньги, забудьте про PHP. Ну, это понятно. JavaScript, конечно, полегче, но JavaScript вам все равно нужно изучать, если вы будете веб-разработкой заниматься. Да, вот, в этом случае имеет смысл сначала, конечно, JavaScript, как начальные шаги в программировании вообще, а потом уже Java, как объектно-ориентированный язык программирования. Ну, опять же, сам язык Java, как таковой, несложный. Вот, там самое сложное, это понимание объектно-ориентированного подхода в программировании. Этому мы как раз вот на первом курсе уделяем максимум времени. Это что-то у нас там курс 5 дней, фактически половина, 2,5 дня, половина курса, это ООП. Мы чисто ООП занимаемся. Сам язык несложный. Большая сложность это понимание внутренности виртуальной машины Java, вот этих всех фреймворков, шаблоны. Особенно, когда вот после первой Java приходят на шаблоны. Казалось бы, там код несложный на Java, но все равно, без опыта тяжеловато. Поэтому, хоть у нас, например, и написано, что шаблоны после первой Java можно идти. Сейчас мы стали рекомендовать пройти сначала второй курс по Java, там веб-разработку, ну и вообще серверную разработку на Java, а потом на шаблоны паттерна. Ну, здесь коллеги спрашивают, что я преподаю. Ну, вот я как раз в специалисте преподаю курсы по Java. Первый, второй уровень. Первый – это основа самого языка. Второй уровень – это клиент-серверная разработка на Java. Это многопоточность, работа с базой данных. Что там у нас еще? Веб-приложения, оконные приложения. И читаю курсы по паттернам, о которых я говорил, и по спрингу, то, что касается Java. Конкретно Android я не веду, но у нас есть опытные коллеги здесь, которые Android тоже читают. Но чтобы идти на курсы по Android, программирование, нужно сначала сам язык Java изучить. То есть, обычно мы рекомендуем первый или первые два курса. Так, ну что, если вопросов нету здесь в онлайне, сейчас мы тогда завершаем. Спасибо. Все, всего доброго, успехов всем. Дайте мне, пожалуйста, 20 лет, система администрирования, Windows, Linux. Так. Стойте тебе наяву? Ну, если вы хотите переквалифицироваться в именно разработчика, то да, конечно. Или не стоит? Сейчас 47. У меня 41. Но я, да, я программированием занимался давным-давно. Ну, почему нет? Можете, да. Другой вопрос. То есть, у вас эта потребность личная или вам по работе это нужно? Лично. Я вижу, что как-то администрирование превращается в DevOps, тихонечко. И вообще... Так и программирование в него же и превращается, понимаете? Когда я начинал программировать, от программиста, программисты были больше математиками, алгоритмы и прочее. А сейчас программирование тоже больше знания фреймворков. А вот я почему говорю, что... Я удивляюсь, что работа на фактически знания в библиотеке. Да, да. Причем они чаще меняются. Потому что, я повторюсь, современные языки-то выучить несложно как таковые. Я уже это понял, что они... Сам язык как таковой несложный, да. У нас у Python в системах администрирования очень сильно развивается. Ну, логирование, анализ логов. Все это куда-то выучить, все веб, указать. Ну, я повторюсь, именно для разработчика он больше времени тратит на изучение всех этих библиотек, фреймворков. А вот что, буквально заучиваешь, что ли? Как DLL-ка, типа вызов. Нет, общая архитектура. Вот я сегодня говорил, что фреймворк, он же... А что это можно выучить? Нет, смотрите, там вопрос не в библиотеке. Когда речь заходит о библиотеках, это просто набор функций, классов, документация для этого есть. Но речь идет именно о фреймворках, которые требуют от вас определенной архитектуры. Сами задают вам архитектуру для вашего приложения. Вот понимание того, что они от вас требуют. Это же тупиковое развитие, если тебе сразу дают каркас к программе. Ну, по идее, это ускоряет разработку приложения, да, и избавляет начинающих разработчиков от многих ошибок. Но это во многих, знаете, профессиях, да, вот взять профессию пилота, да. Раньше были мужественные люди, которые там рулили, да, а сейчас на кнопки нажимают. Вот, примерно то же самое. Это у любой профессии так. Ну, я как администратор могу делать все, что захочу. Вы как Java-разработчик можете делать все, что захотите, если вы единственный разработчик этого проекта. Вы сами решаете, какой фреймворк использовать или вообще ничего не использовать, а все писать с нуля. Вот, но когда вы приходите в проект, а там решаете не вы, там, TeamLit решает, что мы используем фреймворк Spring, например, или EGB. Вот, и все. Не вы в этом случае решаете, что будет использоваться. А у меня фреймворк еще с программистами? То, что не мешает. Мне это не дает. Microsoft творит такие вещи, что уже хочется бросить. Ну, да, Microsoft все в облако переводит. Так это общая сейчас тенденция у всех. Все в облако, типа, вам ничего не нужно, только наше облако. Ну, я могу облако собрать и на землю легко. Ну, приватное облако можете, да. Идея-то в том, что вы этого делать не будете. Но, даже делая это, он бросил все остальное, понимаете, все в облако и ничего про систему, которые хорошо знают. Нет, ну, вот сейчас популярны вот эти Big Data, да, допустим, тот же Hadoop, да, он же на Java. Вот, соответственно, в этом направлении можно поработать. Ну, там математика выше, как тут парни. Там, в основном, математика там уже пока нет. Ну, да. По алгоритму ничего не сказали наружу. А что по алгоритмам? Ну, что им надо, если придется изучить алгоритмы? Нет, ну, это подразумевается, что человек, имеющий программировать... ...как алгоритмы даются в основном проекте. И проекты таковы, что они не требуют вообще... Ну, многие бизнес-проекты даже и не требуют реализации каких-то алгоритмов, да. То есть, ну, классический пример, да, там, сортировка, да. Ну, она же реализована везде штатно. Хотя, опять же, на собеседовании вас все равно могут попросить. А реализуйте какой-нибудь алгоритм сортировки. Вот. Вот. И я же сказал, есть книжка, старая книжка Николаса Вирта, да. Программа равно структуры данных плюс алгоритмы. То есть, это must-have. Все равно то, что нужно знать. Но это общий базы, который не изменен для разработчика, на чем бы он ни программировал. Там, на Java, на чем угодно. Так. Вот здесь коллеги еще спрашивают по гибернейту. Нет, по гибернейту у нас отдельного курса нету. Но мы используем гибернейт немножко на втором курсе Java. Знакомимся. И на спринге тоже используем гибернейт. Вот. Отдельного курса, к сожалению, пока нету. Да. Тоже вопрос какой-то. Ну, я, знаете, подумал, что даже стесняюсь задать при... Ну, а что, не надо стесняться? Нет. Ну, всегда так говорят. Просто я повторюсь. Вот, слушай, о начале спросил. Но теперь уже более конкретно. Ну, я не буду вот спрашивать, как вот придусь товарищу. Надо...